Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин, водительский стаж 12 лет, не нарушает, почти 43 с лишним тысячи автомобилей Шкода Октавия, Суперб, Фабия, Йети и Рапид попали под отзыв Речь идет о машинах с семиступенчатой коробкой передач ДСГ, приобретенных россиянами с 2012 года по 2016 Как говорится в сообщении Росстандарта, цитирую, причиной отзыва стало возможное повреждение аккумулятора давления в коробке Это чревато разгерметизацией системы, решение проблемы, обновление программного обеспечения блока управления КПП Трасса 101 Росстандарт организует экспресс-тесты качества автомобильного топлива на заправках Как сообщает коммерсант, специалисты ведомства начнут использовать прибор, который за несколько минут определяет октановое число бензина, количество содержащейся в нем серы, железа, свинца и так далее Традиционное же исследование занимает не менее недели По результатам экспресс-проверки можно будет принимать решение о незамедлительной приостановке деятельности АЗС или нефтебазы Ввозимые в Россию поддержанные иномарки получат упрощенную систему Эроглонас, которую еще предстоит разработать В действии она будет приводиться только путем нажатия кнопки У штатной системы есть и автоматический режим Во сколько обойдется это в удовольствии покупателям бэушек неизвестно Отмечу, что сейчас на дальневосточных таможнях застряли около тысячи авто из Японии Из-за отсутствия Эроглонас на них просто невозможно оформить ПТС Трасса 101 Агентство Автостат выяснило, как изменились цены на иномарки трехлетки за последние три года Они, разумеется, выросли Лидером роста стала Мазда 6 Если в марте 2014 данная модель 2011 года выпуска стоила в среднем 717 тысяч рублей То сейчас почти 1 миллион 100 тысяч Примерно на 30% подорожали две модели Toyota, Corolla и Camry За трехлетний RAV4 просят сейчас больше на 40% чем в 2014 В целом же цены на указанный сегмент авто увеличились от 10 до 50% На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101